МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект «Большие города» ещё недавно путешествовал по Казахстан, изучал тонкости туризма родного края. Но сегодня соблюдает все правила карантина. Мы придерживаемся требований изоляции из-за пандемии коронавируса во всём мире. В нашей стране введён режим чрезвычайного положения. На карантин закрыты целые области и отдельные города. Ограничение передвижения и запрет покидать свой дом – всё это для того, чтобы как можно скорее мы все смогли вернуться к обычному образу жизни, где есть место и работе, и встречам с друзьями, и, конечно, путешествиям. Однозначно карантин усилит желание путешествовать. Оно появится даже у тех, кто об этом не помышлял раньше. Поэтому изоляция – отличное время для планирования новых маршрутов. Идеи можно черпать из наших программ. Предлагаем посмотреть выпуск о путешествии в город Текеле, который мы успели совершить до карантина. Итак, сегодня в программе. Текеле – самый длинный город в Казахстане. Наследие Джунгар – буддийский памятник Семеречия. Все желания у всех сбывались. Музей – как дело жизни. Вход свободный. Вы на них первый раз печатали? Да, да. Этот городок не похож ни на один другой. Он словно отдельная маленькая страна, затерявшаяся среди хребтов Джунгарского Алатау. Текеле находится в Алматинской области, в 310 километрах от Алматы и в 40 километрах от центра региона Талдыкургана. Добро пожаловать в Текеле. Мы с вами находимся в въездной арке в сам город Текеле, город горняков. Вы можете увидеть горняка, вы можете увидеть наши красивейшие горы Джунгарские Алатау. И символ города Текеле – это горный козел Тек. Сам город образовался вдоль ущелья, по самой длинной улице, 32 километра. Городообразующая улица носит имя Дын Мухаммеда Кунаева и является самой длинной в Казахстане. И это реальный факт, подтвержденный Книгой рекордов Гиннеса. В мировом рейтинге длинных улиц она занимает шестое место. Конечно, такое ее сделали не ради славы, а из-за географических особенностей местности. Это подъем на смотровую площадку. Эту местность еще называют сердцем города. Отсюда открывается невероятная панорама на город Текеле. Удивительно, но невероятно красивая смотровая площадка на вершине горы появилась всего год назад, а ждали ее давно. И она мгновенно превратилась в самое любимое место не только туристов, но и местных жителей, особенно молодоженов и выпускников. Какой прекрасный вид и какое сердечко! Да, ну, художественное творчество тут. Маленький компактный городок вытянулся вдоль Каринского ущелья у истоков реки Каратал, которую образует слияние трех горных потоков – коры, чажи и текелинки. Даже до поздней весны тут лежит снег, и при подъеме будьте осторожны, очень скользко. Нетронутая красота джунгарского Алатау Каринское ущелье начинается здесь, Текеле, и тянется практически до границы с Китаем. У входа в Каринское ущелье лежит огромный валун. Каменный гигант называют аулетас, что в переводе с казахского означает «святой камень». А это Будда, да? Это одна из исторических достопримечательностей этой местности. Находится в ущелье, в начале ущелья Каратал. Само название реки Каратал с киргизского переходится как дверь. То есть получается перед входом ущелья. Ну и, конечно, четыре стихи – это вода, воздух, благоприятная наша земля и солнце. В определенные часы местные жители замечают здесь особенное свечение. Слова о сакральном месте широка. К камню приезжают паломники для того, чтобы прикоснуться к валуну, провести обряды и даже жертвоприношения. А если вы не особо верите в энергетику святых мест, просто любуйтесь видом. Хотя можете и желание загадать на всякий случай. Есть поверье, если обойти камень 8 раз, то ваше желание обязательно сбудется. Желание нужно загадывать нематериальное. Мне подсказали. Будем загадывать, чтобы казнанский туризм развивался. В нижней части стелы находится рельефное изображение – голова. Животного напоминает драконию, а туловище – львиное. Кроме того, на верхней части есть надписи, которые некоторые исследователи трактуют как шестизначную формулу, написанную калмыкским алфавитом. Поклоняюсь тебе, святой и великомилосердный. На этом камне, даже в самую жару, всегда есть немного воды. Никуда никто не наливает, никто не знает, куда вот все. Но здесь всегда есть вода. Ну, говорят, это банна бурды. Ну, может быть, да. Паломники называют жидкость святой водой. Осмотрели камень – исследуйте дальше. Здесь начинается ущелье реки Кора. Одно из красивейших горных ущельей Семеречья. Протяженность его 90 километров. Любители природных красот в свой рейтинг часто ставят ущелье на первую строчку. Наша страна в этом плане самая лучшая, когда можно сесть на машину и посмотреть все части мира, леса, поля, пустыни. Можно побыть в одиночестве и подумать о глобальном. Путешествовать самостоятельно в одиночку – дело для избранных. Проще всего вступить в сообщество единомышленников. Например, ребята из клуба путешественников «Намад 4х4» почти каждые выходные выезжают насладиться природой большой страны. И этот раз не исключение. Вот сейчас у нас самый такой классный момент – трапеза. Пикничок. Особенно здесь. Вот этих пикников. Тут все вкусное всегда на улице, на свежем воздухе. Прямо вся еда всегда особенно вкусная. Она обманывать не просто вкусная, а зверски вкусная. Правда, Аптита? Самым известным объектом Каринского ущелья считается водопад Бурхан-Булак. Чтобы увидеть этот водопад, туристы из разных уголков мира преодолевают непростой путь. Но все сложности стоят той картины, которая дарит поток воды, падающей с высоты 170 метров. Увы, в этот день, когда к водопаду поехали мы, дороги к нему не было. Сезон еще не начался. Но никто не запрещает нам просто провести время на свежем воздухе, благо остановиться путешественнику есть где. Вот такое место. Хоть и кровать можно снять за 4000 тенге в сутки и переночевать тут с шикарным видом на город Текеле. Это многофункциональный круглогодичный комплекс, расположен на возвышенности недалеко от города Текеле. Зона отдыха предлагает размещение как в номерах люкс, так и в хостеле. Цены для любого кошелька. Самый дорогой номер в комплексе 100 тысяч тенге. Есть и дешевле, ничем не уступающие по комфорту. Вот такой стандартный номер стоит здесь 10 тысяч тенге в сутки. По традиции, опробуем кровать. Ух ты, мягко. А это самое необычное место, где наша программа побывала за последнее время. Музей в подвале дома. Как тяжело раньше было музыку слушать. В толще земли под собственным домом Марат Касенов оборудовал несколько залов, где создал ряд экспозиций. Все предметы музея для коллекционера – настоящие сокровища. Он собирал их с самого детства. Ну, это детское увлечение было. Сначала в школьные годы, в третьем, четвертом классе, тогда дети увлекались, собирали... Ребята собирали списочные этикетки, эти значки. А девочки собирали фантики, конфетные объекты и открытки артистов. Вот с этого началось увлечение этим. Потом пошли деньги, копейки. Да, вот копейки. У меня тут вот 50... Это монеты 52 стран мира. Особая гордость коллекционера – древние монеты. Медные – эпохи римского царя Константина I, найденные в Сарайшике. А полуистлевшие – арабские, датированные IX веком нашей эры. Любимому делу мужчина отдал больше 60 лет своей жизни. Теперь решил, что коллекцию должны увидеть и другие. Через местные газеты дал объявление и теперь бесплатно показывает свое собрание гостям. Надеемся, и вы, дорогой зритель, в скором времени сможете посетить этот удивительный музей. Коронавирус отступит, и все мы сможем, как и прежде, путешествовать по просторам родной страны. А пока берегите себя и близких, соблюдайте правила карантина и мечтайте о новых маршрутах. Это проект «Большие города». Будьте здоровы!